Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире очередной выпуск программы «Разговор о медицине». И сегодня у нас тема посвящена урологическим заболеваниям детей. У нас в гостях в студии Сальников Вадим Юрьевич, главный внештатный специалист, детский уролог-андролог, Министерство захоронения Ульяновской области, кандидат в медицинских наук, врач высшей категории. Рад вас очень приветствовать, Вадим Юрьевич. Здравствуйте. Вадим Юрьевич, мой первый вопрос, который исходит как раз в нашей тематике. Скажите, пожалуйста, какова заболеваемость именно детскими урологическими болезнями? Насколько вообще она увеличилась, может быть, и в каком возрасте наиболее часто начинается эта проблема? Вопрос неоднозначный, и ответ на него длинный, но постараюсь как-то сжать во времени. Давайте. Заболеваемость детской урологической патологии в Ульяновской области, она не падает и не растет, но вот из года в год на протяжении статистических отчетов. Она, заболеваемость имеется, про нее говорим, колеблется на уровне единичных процентов по отношению от 3-5%, но от года в год чуть-чуть меняется, к общей заболеваемости детей в популяции живущих в Ульяновской области. С одной стороны, это отрадно, это говорит о том, что мы предпринимаем должные меры для того... И вовремя, да? Да, и вовремя для того, чтобы не допустить роста различной урологической патологии у детей раннего возраста, у детей школьников, у детей подросткового возраста. С другой стороны, как представитель медицины как таковой, мы стараемся прикладывать усилия, чтобы снизить эти проценты, но, к сожалению, генетику никто не отменял, и факторы среды, и дети будут рождаться с урологической патологией. Здесь уже урологи, как и все остальные специалисты, лишь имеют дело с тем, что уже произошло. Скажите, пожалуйста, вот почему не нужно бояться приема врача-уролога, да, и вообще из чего он состоит, этот прием, и какие симптомы или, может быть, какие-то факторы должны привести все-таки, или насторожить родителей, привести от ребенка именно к такому специалисту? Ну, опять же, как таковой урологический прием, он в сознании нас, родителей, он не совсем сформирован. Если когда мы говорим о девочке и женщине, и так далее, мы четко знаем, что собой представляет прием гинеколога, и так далее, и так далее, и как-то вот это изученная тема, а вот в отношении пациентов мужского пола, мальчиков, молодых, юношей, это как-то... Не все так просто, да? Да, не все так просто, и как-то, когда родители начинают говорить о предметных вещах, они стыдливо опускают глаза, и так далее, и так далее. Но на самом деле профессия уролога такая же профессия, как и врача-окулиста, я не знаю, невролога, того же самого гинеколога. То есть ничего зазорного нет, чтобы контролировать состояние здоровья мальчика именно вот в разрезе урологии, репродуктивной функции и так далее. Вот. И своевременно обращаться к специалисту. Если говорить о приеме уролога, мы в первую очередь, наверное, говорим о первом визите к специалисту. То есть неважно, в каком возрасте родители решили привезти своего ребенка к врачу, тут, ну, абсолютно не возникает мысль, что нужно бояться. Это всего лишь контроль. Хочу напомнить, что самая эффективная модель медицины – это та, в которой все меры предохранительные приняты. И когда мы комплексом мероприятий охватываем все отрасли медицины и не позволяем пациенту заболеть. Вот это, наверное, самая эффективная с точки зрения экономической и человеческой и так далее. Поэтому любой поход к специалисту при отсутствии жалоб – это вот та самая пресловутая подушка безопасности. Мы заранее сходили к врачу, провели техосмотр, если можно так выразиться, и, соответственно, готовы к завтрашнему, к будущему и так далее, зная, что у ребенка все неплохо, поэтому бояться не нужно. Да, естественно, прием уролога – это однозначно осмотр наружных половых органов у мальчика. Не важно, будет это новорожденный или мальчик призывного возраста, подросток. Вот это обязательная составляющая на предмет поиска каких-то урологических заболеваний, требующих хирургической коррекции. Потому что родителю сложно оценить состояние, ну, такой вот достаточно интимной зоны и принять решение. Да, конечно, да, специалисты. Но, с другой стороны, не нужно забывать, что уролог, андролог – профессия детского врача называется, и, соответственно, не только андрологией занимается детский уролог, но в его сфере интересов еще и здоровье органов мочевыделителя системы. Я говорю про почки в частности. И поэтому, если вы планируете пойти впервые на прием к урологу, или у вас есть какие-либо жалобы, в смысле вы что-то заметили в состоянии ребенка, что есть у вас сомнения, одним словом, вы на пути на прием к урологу, я говорю про первый раз, естественно, то не лишним будет, а абсолютно полезным выполнить анализ мочи. Это абсолютно рутинное исследование. То есть абсолютно неинвазивный метод. Да, да, да. И если получится сделать УЗИ почек, это вообще будет уже прекрасно подготовленный пациент для нормального осмотра и конструктивного диалога. Потому что в противном случае мы сталкиваемся с нередкой ситуацией, когда, осмотрев пациента, мы говорим, а теперь нужно пойти на УЗИ. Чтобы сэкономить время и силы, лучше сделать это заранее. Это сейчас доступно и, ну, в общем-то, да. То есть как бы это неинвазивно. То есть, в принципе, поэтому вот это как раз первичный прием уролога. Естественно, те пациенты, которые уже оказались у уролога, они наблюдаются урологом, они знают о всех страшностях и нестрашностях. И, как правило, это, ну, так сказать, такой же врач-рядовой, как и педиатр, скажем, или тот же самый невролог и так далее. То есть к нему уже идут не боясь, зная, зачем идут, зная свою проблему у ребенка. И, соответственно, здесь как-то уже не возникает вопросов и проблем. То есть уже приходят как к старому доброму знакомому. То есть как-то вот так. Вот профилактический медицинский осмотр. Вот я абсолютно убежден, я думаю, вы тоже, да, что они все равно дают свой эффект. Абсолютно. Вот тогда в каком возрасте необходимо профилактический осмотр проводить у ребенка, да, с какого возраста? И на самом деле вот какой результат они дают, да, в ранней диагностике некоторых вот урологических заболеваний у детей? Очень хороший вопрос. И я бы прям вот акцентировал внимание опять же родителей, что это важно. То есть на любой промедицинский осмотр, профилактический у ребенка любого возраста, не следует пренебрегать этой процедурой, проходить его формально, номинально, вот как по принципу бывает. У вас есть жалобы, у нас нет жалоб. До свидания, ваш ребенок здоров. Это не совсем легитимно с точки зрения врача. Все-таки нужно пациента немножко смотреть. Поэтому если говорить о мальчике, то есть все-таки, чтобы быть уверенным в благополучии ребенка во всех смыслах, я говорю про урологию и андрологию, репродуктивные какие-то функции, нужно ребенка смотреть уже с периода новорожденности. Естественно, когда ребенок рождается, акушер роддома и андролог обязательно выполняют некий протокол, осматривают мальчиков, а заподозрив некую патологию, всегда привлекают на себя врача-специалиста урологического профиля или хирурга детского, который берет в данном случае на себя функции специалиста-уролога и проводит осмотр, какой-то анализ. Первичные информации имеющиеся по пациенту, я про УЗИ говорю, вот это первый осмотр. Дальше уже, ну, слава богу, мы живем в стране, в которой все-таки бесплатное здравоохранение и система профилактических осмотров отлажена, и пациенты декретированными сроками попадают на прием к узким специалистам, в том числе и на прием к урологу. То есть так, чтобы ребенок первого года жизни не был осмотрен врачом, детским хирургом или детским урологом, не бывает. То есть это надуманная проблема, если кому-то удавалось, ну, такое услышать, это обязательная, такая же история, как и прививки. То есть обязательно ребенок подвергнется осмотру детского хирурга, если у хирурга детского возникнут вопросы к урологу, в силу сложной ситуации, обязательно этот ребенок попадет к урологу. Это дети первого года жизни, они интенсивно растут, у них все очень быстро меняется, и здесь, конечно, нужно внимательно всех и каждого отсмотреть. Если ребенок здоров на первом году жизни, у него нет урологических проблем, хирургических заболеваний, дальше он будет номинально встречаться со специалистом, детским урологом и детским хирургом по, опять же, тем декретированным срокам, когда пойдет в детский сад, когда подойдет время пойти в школу, когда он станет подростком. Это на протяжении всей его детской жизни, еще раз говорю, при отсутствии урологических заболеваний, это 4-6 осмотров специалиста. Если же у ребенка выявлено некое заболевание, требующее лечения, мониторинга или хирургической коррекции, конечно, это особая группа пациентов, которые находятся на диспансерном учете, и уже по отдельно каждому случаю врач будет сам определять сроки повторных осмотров, их цикличность и продолжительность вообще мониторинга за этим пациентом до момента выздоровления или передачи во взрослую сеть, если это достаточно сложное заболевание. Так что все несложно, то есть не надо этого бояться. Владимир Ильич, ну такой прямой вопрос задам. Вы скажете, урологические заболевания у детей, у подростков, они влияют на дальнейшее развитие репродуктивной системы? Да, конечно. То есть сама по себе репродуктивная система это не только анатомические образования, которые мы можем у мальчика увидеть, у юноши, у взрослых мужчин и так далее, но это, во-первых, функция. Функция, которая позволяет обеспечить репродуктивные возможности, позволяет юноше, став молодым мужчиной, сочетаться браком, иметь полноценные сексуальные отношения. И, соответственно, самое важное с точки зрения вообще природы и эволюции человека это оставить после себя потомство. То есть зачать здорового, полноценного ребенка. И вот на этот многофакторный процесс влияние оказывает абсолютная масса составляющих причин и не только урологических. Это и ожирение, и образ жизни, и средовые факторы, и так далее, и так далее. Но если говорить об урологии, говорить очень много можно, но мы абсолютно понимаем, что если сегодня мы не доглядели за, так сказать, наружными половыми органами ребенка и приключилась какая-то фатальная травма, воспаление, и, соответственно, мы потеряли тестикулы, то о каком репродуктивном будущем можно говорить в дальнейшем. Если мы говорим о патологии почек, ну, возьмем мочекаменную болезнь, хроническое заболевание, частые воспаления, болевой синдром, это не может не сказаться в конечном итоге на функции предстательной железы, она вовлечется в процесс воспаления, и мы опять же получим нарушение нормальных репродуктивных возможностей. Поэтому любое из урологических заболеваний, там большое, маленькое, да, то есть оно влечет за собой определенные изменения будущей репродуктивной функции, тот же самый крипторхизм, это не опущение яичка, то есть, в принципе, сегодня не занимаясь этой проблемой, потому что ничего не болит, не беспокоит, мы завтра окажемся на пороге вот тех самых дисвертильных состояний, когда молодой мужчина бы и хотел иметь полноценную жизнь, полноценную семью с ребенком и так далее, но просто упущено время, и уже сделать что-то гораздо труднее. Патология, не патология, но очень часто, я думаю, так вот тоже говорится о ней, ФИМОС, тоже, да, вот он врожден ребенка, может быть такой, да, в каком возрасте потом можно эту ситуацию исправить, да, нужно ли, и какие последствия могут, если, например, никак не адрагировать. Вот за этот вопрос отдельное спасибо, потому что это наболевшая, вот, ну, наболевшая, наиболее популярная тема среди родителей, которая обращается к специалисту, и даже в среде хирургов не всегда находится согласие и консенсус, но тем не менее, как уролог, так сказать, зная, читая, слушая, соответственно, коллег своих не только в Ульяновске, но и в других регионах, имея знания в мировой какой-то практике, в общем-то, говорю не от своего имени в данном случае, а именно от всей вот когорты специалистов, занимающихся этой проблемой. Для детей первого года жизни ФИМОС – это физиологическое, нормальное состояние, не требующее участия врача в принципе, да, у всех маленьких детей, которые только что родились, на первых месяцах жизни головка, половой член закрыта крайней плотью, и это нормально, да, это естественный процесс, если мы не будем вмешиваться, ну, какими-то агрессивными воздействиями, растягивать что-то, как-то по совету, ну, старших, ну, или какие-то людей, несведущих, или далеких от медицины, а иногда, к сожалению, и медиков, то просто оставим в покое, то вероятность того, что к трем годам примерно ситуация изменится в лучшую сторону, и крайняя плоть приобретет должную, должную мобильность, эластичность, головка начнет открываться, вероятность этого события очень-очень велика, то есть, по сути, это тот случай, где лучший враг хорошего, тем не менее, не лишним будет напомнить о гигиене, половой член нужно контролировать, как и любую часть тела, я про родителей говорю, и когда мы купаем ребенка, и этой части тела тоже нужно уделять определенное внимание, несложные гигиенические процедуры позволят избежать возникновения там ряда, ну, в смысле, череды инфекционных процессов, каких-то легких воспалений, которые уже вот тот самый нормальный фимоз, скажем, не болезнь, а состояние, превращает в патологическую проблему, когда в крайней плоти возникают рубцы, и головка лишается потенциальной возможности открываться с течением времени. В принципе, если говорить об эволюции мужчины, то из малыша во взрослого мужчину, то крайняя плоть – это не камень преткновения, это всего лишь, ну, часть тела, которая, ну, есть и есть называется, то есть, и если не страдает такт мочеиспускания, если ребенок мочится безболезненно, если не беспокоит воспаление этой части тела, то, в принципе, и времени у нас предостаточно, чтобы наблюдать за сужением крайней плоти, за фимозом и решение хирургические принимать ни сегодня, ни завтра, а через годы, вот, тем не менее, все-таки такая вот парадигма отсутствует, и детские хирурги стоят на позиции, что если до трех лет фимоз не ликвидировался, то нужно предпринять какие-то активные действия. Но, опять же, руководствуясь теми же самыми вот обычными наблюдениями, статистика какой-то, если у детей первого года жизни головка полностью закрыта, и мы имеем четко фимоз, и это ребенку не мешает жить и развиваться, то к трем годам примерно у половины из мальчика с фимозом все нормализуется, без участия хирурга все становится хорошо. Оставшаяся половина ближе к школьному возрасту тоже приобретает должные параметры, и все, в общем-то, все опять становится хорошо, и если прийти в школу и всех первоклассников пересмотреть, вот как уролог, в общем-то, мы столкнемся с ситуацией, где у 2-4 мальчиков из 100 мы будем вот наблюдать именно ситуацию того патологического фимоза, который потребует хирургической коррекции. Это говорит о том, что мы большей частью, наблюдая за мальчиком маленьким, мы видим не болезнь, а всего лишь некое анатомическое состояние, которое нас не должно тревожить, но должно заслуживать контроля определенного и периодических визитов к специалисту, чтобы он смог оценить состояние крайней плоти. Если все идет благополучно, то шансы, что после 3-4 лет мы не будем говорить о фимозе, в принципе, все наладится и все будет как положено, они очень высоки, и процент, условно говоря, выздоровления, если можно это так назвать, самоизлечения, что ли, будет более 70. То есть это хороший результат, то есть и не следует торопиться вот в первый-второй год жизни бежать к хирургу, кричать «помогите, спасите» и так далее. То есть это заболевание, которое, по сути, не является болезнью до определенного момента времени. И опять же, говоря, для родителей, что должно обратить внимание? Да, мы согласились с тем, что я сейчас сказал, мы просто наблюдаем и ни о чем не беспокоимся. Но что должно быть той точкой, которая заставит нас, ну, в смысле, пойти к врачу завтра, а не через год, да? То есть несколько моментов, они достаточно простые. Ребенок должен мочиться свободно и безболезненно. И воспалений в этом месте покраснение, отека не должно быть. Если мы сталкиваемся с затрудненным мочеиспусканием, с болью во время акта мочеиспускания, если мы видим, как зараза, заразом крайняя плоть имеет признаки воспаления, она красная, отечная и так далее, значит, что-то идет не так. И вот та стратегия, о которой я говорил, она не совсем работает. Это тот случай, где, скорее всего, потребуется помощь специалиста. Тут лучше сходить к врачу и уже выслушать мнение детского хирурга или детского уролога. Мы привыкли тоже, что цистит, например, как правило, в таком геродатрическом возрасте возникает, возрастном. А сейчас уже не секрет, что у детей бывает, в подростковом возрасте у детей встречается цистит. Вот с чем это связано, какие основные симптомы, наверное, те же, наверное, симптомы, как у взрослых, но все-таки с чем это может быть связано и насколько это распространено и когда нужно обратиться к урологу-андрологу? Ну вот, цистит детской популяции это, да, достаточно нечастое заболевание, нежели, скажем, у взрослых пациентов и каждый раз, ну, опять же, в данном случае уролог это уже специалист по заболеваниям органов мочеводелительной системы, мы тут не делимся на мальчиков и девочек, если пациент приходит с циститом. Но если для девочек цистит, как правило, это заболевание вторичное, инфекция приходит либо снизу, то есть, ну, в силу воспаления наружных половых путей, в силу каких-то аллергических процессов, ну, недолжного соблюдения гигиены или наоборот гипергигиены, когда мама моет щеткой, мылом и так далее, это не очень тоже хорошо, да, то инфекция легко попадает в мочевой пузырь и возникает явление, о которых все знают, это учащенные болезненные мочеиспускания, изменения в анализах мочи, рези, да, и, то есть, ну, то есть состояние, которое требует, ну, такой вот, неотложной медицинской помощи, к счастью, нехирургической, лекарственная терапия сегодня абсолютно хорошо компенсирует это состояние, и поэтому... Ну, то есть, просто нужно вовремя обращаться к специалисту и все это? Вот, вовремя, но это я говорю про девочек, с мальчиками не всегда, вообще, каждый случай цистита у мальчика, это уникальное явление, потому что, да, индивидуальное и нетипичное для детской, по-другому смысле детской, вот именно мальчуковой популяции, потому что предпосылок для развития цистита анатомических, нежели как у девочки, у мальчика нет, но, тем не менее, вдруг откуда-то берется воспаление мочевого пузыря, это всегда повод для детального анализа, обязательно, да, педиатр сможет вылечить цистит у мальчика, но такой мальчик должен быть после лечения цистита, обязательно консультирован урологом, потому что мы всегда ищем какую-то патологию, наверное, взял подоплудение даже, да? И на определенный период времени своей жизни мальчик такой находится в течение определенного периода времени находится на диспансерном учете, потому что, еще раз, для мальчика это заболевание не совсем типичное, и всегда нужно предполагать, что есть некая причина, которая приводит к развитию данной патологии. Но, опять же, говорю, современные технологии лечения консервативные, я про лекарства говорю, про таблеточки, микстурки, сиропчики, они позволяют хорошо купировать, излечивать вот именно вот такие острые процессы, единичные, в детской... Ну, чтобы хронизации потом просто не было, да. Хронический цистит, это отдельная история, она единичную встречаемость имеет, это на самом деле сложные пациенты, и... Ну, как раз вот это, наверное, есть несовременное обращение, да, то есть вот... Не всегда однозначно, но, тем не менее, то есть говорить о хроническом цистите, это по отношению к острому циститу, это фактически, наверное, острый цистит у детей переходит в хронический в одном-двух процентов случаев. Это немного пациентов на самом деле, то есть, да, это повод для отдельного разбирательства, ну, он за рамками нынешней беседы, то еще... Тогда еще такой вопрос хочу немножко такой, как говорится, щекотливый, но мы знаем, что и средства, значит, и массовой информации, там, и из других источников, что сейчас не секрет, что вообще вот половая жизнь начинается у подростков довольно рано, да, ну, конечно, ваше мнение, да, вот от кого нужно все-таки вот, от кого подросток должен услышать, да, о половом воспитании, да, и насколько все-таки вот ранний начал половой жизни все-таки влияет на развитие в дальнейшем вот урологической какой-то патологии? Ну, тут мы сейчас пытаемся немножко перераспределить, попытаемся перераспределить ответственность за раннее начало половой жизни. Ну, как есть, давайте скажем, как есть, да. Как есть, это самое. И так вот, когда мы, когда любим говорить о том, что вот было раньше, а вот сейчас и так далее, то есть я не думаю, что раньше таких случаев не встречалось, скажем, 50 лет назад, но тем не менее, а вообще начало половой жизни, ну, про мальчиков говорим, впрочем, как и девочек, это ведь продукт более социальный, нежели медицинский, да, то есть современный, устои современного общества, некие навязанные модели поведения, масс-медиа, так сказать, друзьями и так далее, они формируют вот эту самую модель, но она не то, чтобы не принципиальная или там беспринципная, да, некую социальную модель в сознании подростка, которая позволяет ему расценивать возможность начала половой жизни, как допустимую, то есть это не медицинская проблема в чистом виде, да, это кто должен сказать? Все-таки, если честно, то все, то есть все, то есть и родители, то есть в первую очередь, то есть не надо стыдливо закрывать глаза и говорить, дети приносят, детей приносят, аист и так далее, своевременное, адекватное, ну, соответствующее развитию, психическому развитию ребенка, повествование родителя о том, что именно так, а не иначе должно быть в этой жизни, это вот правильная модель поведения, это первое, второе, педагогические аспекты, как ребенок все-таки ходит в школу, и так далее, и так далее, то есть должны ли быть уроки какой-то сексуальной грамотности, я не знаю, там, полового поведения, ну, наверное, не в чистом виде, да, то есть, но тем не менее, какая-то информация на эту тему, она должна красной нитью проходить через все возрастные школьные категории, начиная с первого класса и так далее, то есть, модель поведения должна формироваться именно обществом, я понимаю, что сложно отключить ребенка в современной среде от интернета, от ненужного контента и так далее, и так далее, но отключить нельзя, но переключить, отвлечь, может быть, вот это задача взрослых, да, если ребенку интересны спорт, ремесла и так далее, ну, наверное, он не будет просиживать часами на сайтах, где вот, ну, именно пропагандируется такая, это считается нормой и так далее, и так далее, поэтому мы говорим о каком-то социальном конструкте, который мы должны сформировать, то есть, и вчера, и завтра, и послезавтра, а ребенок гораздо менее опытен и мудр, неважно, 5 лет ему или 15, нежели те взрослые, которые его окружают, и безразличие наше, ну, пусть идет все, как идет, это вот, результатом этого безразличия является, соответственно, отстранение ребенка, так сказать, смена, так сказать, парадигм его в сознании, какие-то вот, не те модели поведения, которые бы мы хотели получить, поэтому, не снимая ответственности с медицины, может быть, но, опять же, раннее вступление в начало половой жизни, это такой пациент попадет к специалисту, к медику, к урологу, к гинекологу и так далее, лишь когда возникнут какие-то проблемы. Ну, сообразные риски есть, да? Да, 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 поэтому здесь позвольте равномерно проблему за раннее начало половой жизни возложить на нас, на взрослых, на окружающих. Скажите, а вот еще, вот очень много идет такой профилактики потребления психоактивных веществ, Вот ранее потребление, вот тоже, алкоголь, курение, вот эти все вредные привычки, да, и их вообще употребление, да, они как-то тоже влияют на развитие урологических заболеваний и на сами, на сами урологические болезни? Ну, опять же, урологические заболевания это не изолированный процесс, ребенок не, ну, в смысле, человек не конструктор, он единое целое, и если мы сегодня вовлечем одну из функционирующих систем в какую-то патологическую составляющую, вот, если сегодня у нас заболит печень или там, сердце и так далее, то вряд ли в конечном итоге почки останутся в стороне, поэтому, ну, опять же, гидроссмиссионы органы и продукции, все взаимосвязано, все взаимосвязано, да, и, соответственно, чем моложе организм пациента, тем менее совершенны механизмы компенсации, тем менее выраженные явления адаптации какой-то иммунной системы и так далее, и так далее, да, то есть, и накопившийся суммарный эффект от раннего начала, от злоупотребления и психоактивными, и наркотическими, и, соответственно, алкоголем, и так далее, и так далее, то, что мы стараемся, то, от чего мы стараемся оградить наше, так сказать, молодое поколение, это, естественно, постепенно приведет, ну, к нарастающей поломке именно внутри организма, опять же, почки вовлекаются в это, либо напрямую, мы говорим об отравлении, о каких-то острых интоксикациях, инфекциях на фоне, да, когда просто для почек это огромный стресс, они теряют свою функцию, может, кровоснабжение, опять же, сосуды тоже. Вот я про это и хочу сказать, да, что возникает острое почечное повреждение, и это может закончиться почечной недостаточностью, но, к счастью, мы говорим о каких-то нечастых случаях, это просто уже что-то за гранью разумного, а если все-таки вот системно, как подростки начинают курить, употреблять алкоголь, то изменение сосудистого плана, да, они невольно в конечном итоге сказаться, вот на функции, ну, в первую очередь, наверное, предстательной железы, это памятная о том, что это второе сердце мужчины, регулирует многие процессы репродуктивной функции, если мы вовлечем, в смысле, предстательную железу в патологический процесс, то еще даже не вступая в половые отношения, мы можем к дебюту этих половых отношений иметь очень и очень низкие показатели фертильности, я говорю про слабую эрекцию, про некачественные сперматозоиды, и так далее, поэтому каждый вправе сделать для себя, я говорю большей частью для подростков, если сейчас подростки очень грамотные, каждый вправе сделать для себя выборы, выборы, определить для себя модель поведения. Все равно в определенном возрасте любой подросток, когда вырастает, захочет быть папой, мамой, и уже сейчас надо задумываться, что ведя здоровый образ жизни, ты такой своеобразный фундамент закладываешь в будущее своей семьи, в будущее своего поколения, поэтому все равно такой возраст настолько, я соглашусь с вами, но для подростка это очень опасно звучит, но все-таки, говорят о том, Ну, может, даже к родителям, может быть, даже сейчас обращаемся. К родителям, да, если обращаться, ну, к таким более детям старшего возраста, то мы сейчас, по сути, говорим о именно функциональных возможностях, чтобы иметь мужскую силу, ее нужно не растерять до момента ее реализации, то есть, если мы хотим большие, хорошие, красивые мышцы, мы идем в спортзал, если мы хотим хорошую репродуктивную функцию, хорошую реактивную составляющую, чтобы, ну, быть, так сказать, гордиться было чем, то тогда, наверное, нужно заведомо просто сохранить. Сейчас все-таки есть такая тенденция, да, все-таки подростки идут в спортивные залы, занимаются, все, и вот, я думаю, тоже вот это одна из составляющих, да, вот это вот здоровый образ жизни, то есть мы о нем говорим, да, вот, так что, вот, наверное, вот невольно, то есть, сказать, и курение, и алкоголь, и же с ними, то есть, скажутся на будущем, репродуктивном в первую очередь. Спасибо большое, Вадим Юрьевич. Ну что ж, вот такой интересный разговор у нас сегодня получился. Я всем желаю здоровья, всем желаю удачи, до новых встреч, ваш доктор Смирнов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова